В 2000 году после двух лет брака мы с супругом Тимуром решили развестись. Признаться честно, далось нам это нелегко. Женились мы по большой любви, дружили со школьной скамьи, но в последнее время стали все чаще ссориться. Эгоизм преобладал над здравым смыслом. Вместо того, чтобы выстраивать отношения и приходить к консенсусу, каждый из нас перетягивал одеяло на себя. После очередного скандала, вместо того, чтобы сесть и все обсудить, я собрала вещи и переехала к родителям. Так больше продолжаться не может. «В понедельник встречаемся в ЗАГСе и подаем на развод», – заявила я на прощание, втайне надеясь, что Тимур начнет бросаться в ноги и молить о прощении. Но этого не произошло. «Не возражаю», – только и ответил он. В воскресенье, накануне Дня Икс, моя лучшая подруга потащила меня с собой за компанию в гадалке. Она на днях познакомилась с бравым военным и по уши в него влюбилась. Теперь ей не терпелось приоткрыть завесу будущего и узнать, что же ждет ее впереди. Я же ради праздного любопытства попросила и на меня раскинуть карты. «Правильно делаешь, что разводишься», – закивала пожилая гадалка. «Этот мужчина – не твоя судьба. У тебя впереди важная встреча с человеком, который перевернет всю твою жизнь. Вы вступите в брак, и он станет отцом твоих троих сыновей». Новость о том, что я стану многодетной матерью меня несколько озадачила. Я, конечно, мечтала о ребенке, максимум о двух, но трое в мои планы точно не входили. Но еще больше меня задели слова гадалки о том, что Тимур не мой человек. «И как это кто-то, кроме меня, может судить о том, кто моя судьба, а кто нет?» – возмущалась я весь вечер. И взяли меня досада и злость, что кто-то за меня уже все решил. «Получается, я вообще ни на что не могу повлиять? Вроде безропотная овцы какой-то. Но уж нет. Со мной такой номер не пройдет», – не на шутку разозлилась я. И в понедельник, приехав ранним утром в ЗАГС, я увидела грустные глаза своего мужа. «А я паспорт дома забыла», – соврала я. «Эта хитрость спасла нашу семью. Через год у нас родился сын, а еще через пять я вновь узнала, что нахожусь в интересном положении». Признаться честно, эта беременность не была запланированной, но мы с супругом решили оставить ребенка. Каково же было наше удивление, когда на УЗИ выяснилось, что эмбрион не один, а сразу два. Вот тут-то мне и вспомнились предсказания гадалки. В положенный срок в нашей семье на свет появились обожаемые близнецы. И я очень счастлива, что у меня трое детей. А еще я думаю, что есть вещи, которые предначертаны свыше, но многое в жизни зависит и от нас самих. И приложив определенные усилия, мы в любой момент можем изменить свое будущее. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА